Здравствуйте, в эфире программа «Качество жизни», и мы ее ведущие Семен Гордышевский и я, Ольга Радиевская. Здравствуйте. Я напоминаю, что партнером нашей программы является журнал «Среда обитания». Этот выпуск посвящен еде, а следующий выпуск будет посвящен воде. Читайте журнал «Среда обитания» и черпайте много новой информации о качественной, действительно качественной жизни. А сегодня о воде. Как раз-таки сегодня наша тема посвящена воде, и мы будем говорить на эту тему, наверное, не с главным человеком, конечно, специалистом по воде, но по-разному люди воспринимают именно этого человека. Кто-то говорит, что это современный Леонардо да Винчи, кто-то считает этого человека неоднозначной фигурой в области нашей науки. Однако академик Раен, автор четырех научных открытий, автор более ста патентов в области науки и техники, автор открытия и проекта «Чистая вода» Виктор Иванович Петрик. Здравствуйте, Виктор Иванович. Ну что ж, Виктор Иванович, я так вот вас представила, очень-очень, скажем так, емко... Щадяще, щадяще. Еще щадяще, да? Мне понравилось, спасибо. Ну, скажите, пожалуйста, Виктор Иванович, секундочку, я объявлю нашим зрителям телефон прямого эфира 971-1911. Звоните нам, мы находимся сейчас в прямом эфире. А звоните и задавайте свои вопросы Виктору Ивановичу. Виктор Иванович, ну, проблема очистки воды вообще стоит у нас достаточно серьезно, да, перед нами стоит, потому что вода, я не могу назвать нашу воду исключительно чистой. Однако Ваша разработка была признана какой-то невероятной технологией очистки воды. Расскажите, пожалуйста, что это за такие новые исследования и разработки в этой области? Чрезвычайно кратко и сжато. Что произошло в 2007 году? Как могло случиться, что партия «Единая Россия» вдруг стала заниматься водой? Проблемы очистки воды, это проблемы ЖКХ, министерства соответствующего. Почему партия этим стала заниматься? Водоканалы, наверное, да? Да, водоканалы, ну, это одна структура, да, сверху ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство, министерство, кто там был, казак, который всем этим управлял, и причем здесь партия. Случилось следующее. Во-первых, проблема воды вообще. Однажды, и было это в каком-то 900 году, в 900 году, стала проблема перед человечеством. Убивать людей хлором или бактериями, которые мы имеем, получая воду из естественных водоемов. И я хочу сказать, что если бы не эпидемии, то предпочтительнее было бы пить воду с бактериями. Поскольку хлор, и это знают все, образует хлорорганические соединения, которые представляют огромную опасность для организма. Мы знаем такой самый коварный яд, который знает человечество, диоксин. Это хлорорганические соединения. Это углеводороды в воде с хлором образуют. Это хлорорганические соединения. И 25-летние исследования Всемирной организации здравоохранения совершенно отчетливо показали связь злокачественных заболеваний с хлором. Однако все бассейны, например, у нас очищаются хлором. Ну, а почему, господи, если мы пьем хлор, но нет другого выхода, я только что об этом сказал, мы обязаны поставить потребителю воду с избыточным количеством дезинфиканта. Вот она формула. Мы не можем сделать так, чтобы хлор где-то по пути закончился, потому что в последних метрах вода поймает свои загрязнения в виде опаснейших бактерий, холер и всего остального. Понимаете, да? Да. Поэтому мы вынуждены подать этот хлор потребителю. И пока другого варианта не существует. Да, в нашем городе есть, извиняюсь, это мое личное отношение, это, конечно же, патриарх очистки воды кармазинов. И он многое сделал. Он ставит и эзонирование, и он гипохлорид натрия поставил. Для того, чтобы снизить нагрузки хлора, но всего лишь только снизить, мы не можем уйти от этой проблемы. А значит, встает вопрос о доочистке воды. До очистки воды? До очистки. Как все-таки получить эту воду здоровую, как здоровый продукт, который даст здоровье? Разретьте, пожалуйста, Виктор Иванович, а что в вашем понимании есть здоровая вода? Вот что она должна в себе, скажем так, нести? Почему она может называться здоровой? Вы знаете... Она может и лечить, например, да? В Семенной организации здравоохранения установлено это понятие. Биологически активная вода. Биологически активная вода. Не забудьте, чтобы мы вернулись к этой страничке, потому что это очень интересно будет вашему зрителю. Так вот, биологически активная вода – это полноценная вода, которая максимально соответствует, является электролитом, соответствующим строению нашей крови, которая соответствует, так говорят ученые, составу морской воды, откуда мы когда-то вышли. Так вот, если в воде есть все нутриенты необходимые – кальций, натрий, магний – в нужных пропорциях, а их там 20 с лишним, в том числе и селен, и цинк – чрезвычайно важный элемент, вы знаете, покупаете таблетки в магазине, и там цинка столько-то, настолько он важный, тогда это будет здоровая вода, но в которой будет минимальное количество угнетающих факторов. Это и есть здоровая вода, она даст жизнь. И насколько она может дать эту жизнь, мы с вами увидим, сейчас же, чуть позже, когда посмотрим, а что получили, когда очистили, доочистили воду. Взяли нашу ленинградскую воду из-под крана и доочистили. Что произошло? Итак, мы с вами сейчас определились о чрезвычайно важном явлении в воде, проблема ее доочистки. И второй вопрос, который стоит. Второй вопрос. Сегодня принципы очистки воды в централизованном, на водоканалах, они одинаковые. А проблемы в регионах разные. Что вы имеете в виду сейчас? Сейчас скажу. Например, я сейчас занимаюсь фильтрами для Твери или для Карелии. А в Торах? В Тор, конечно, там избыток в Тора, но его нету в Петербурге. Понимаете? И какие-нибудь нитрит и нитраты, у нас нет этой проблемы. А возьмите Харьков, где люди, просто дети, дети заболевают, там 20-30 кратно. Поэтому в каждом регионе свои проблемы. В каждом регионе. Если в Москве вода жесткая, то в Петербурге у нас резко не хватает кальция в воде. А мы ставим, а люди покупают фильтры для очистки воды, универсальные, которые убирают везде кальций. А у нас его убирать нельзя, нам бы его добавить как-нибудь. Вы меня понимаете? То есть нужно индивидуально подходить к каждому региону. Конечно. И это та проблема, которая сейчас, конечно, уже максимально стараются убрать с рынка воду, которая подготовлена обратным осмосом. Вода, которая вообще не содержит нутриентов. Откройте это, 22-летняя. Я ошибочно сказал, исследование Всемирной организации здравоохранения, где они, конечно же, каждое исследование проводилось очень умно. Ну, например, смотрите, они взяли регион, который искусственно разделен. Люди одни и те же, семьи одни и те же, искусственно разделен. У этих источник с избыточным количеством магния, у этих с недостатком магния. Так получилось. Такой регион они нашли, специфический. И что же увидели? Там, где не хватает магния, на 34% заболевания сердечные чаще. Вот вам ответ. Но в режиме этих исследований ВОЗ, каменщики, там так написано, я не знаю, что это за каменщики, они разбивали камни или они дома клали. Каменьщики выпаивали водой из обратного осмоса, полученной методом обратного осмоса, то есть не содержащих нутриентов. Казалось бы, им давали помидоры, казалось бы, с пищей это можно пополнить. Это, конечно, ложь полнейшая. Это невозможно. Мы должны получить полноценный электролит. И как оказалось, исследования, проведенные на этих биологических всех намешах, первый удар астматический наносит эта вода, она разрывает клетки. Потому что вода начинает резко из клетки вытаскивать свой кальций и другие соли. Так вот, они стали падать в обморок на второй неделе. У них приступы начались. Это написано в этой книге. Интересно. Там сотни докторов наук проводили эти исследования. Виктор Иванович, ну подождите, получается, правильно ли я понимаю, исходя из ваших слов, что вода это самый, скажем так, да, самый, это базис вообще нашего здоровья. То есть если мы... Абсолютно. Творный такой самый. Абсолютно. Поймите, кусочек хлеба, у него совершенно другие функции. А вода? А как же, подождите. А вода это наша кровь. Я понимаю. А Виктор Иванович, яблоко, там железо. Что у нас, киви, да, там, или апельсин, да, это витамин С. Это все, это хорошие очень вещи, то, что вы говорите. Это все то, что нужно для здоровья. Ну а как иначе? Конечно же, да, полноценное питание... А вода, вы говорите, здесь загрязнена вторым, здесь еще чем-то, или здесь наоборот не хватает, да? То есть получается в воде как бы... Мы только что говорили о значении воды для организма или значения яблока для организма. Я заявляю, что вода важнее, чем яблоко. Вот что я хотел вам сказать. Когда вы в карцере находитесь, да, в тюрьме, в карцере, у вас есть один день, когда вам вообще еду не дают. Так. Пролетной называется. Но в этот день обязательно дают две кружки воды, две больших алюминиевые кружки воды для того, чтобы человек выжил. Такого не существует, что где-то воду не дают, а пищу дают, а воду не дают. Но все-таки человек же состоит, да, на 80%, по-моему, из воды. Может быть для этого, да, компенсация все-таки... Ну есть же огромное количество этих исследований. Сколько дней человек может быть без пищи, сколько дней человек может быть без воды. Вот вам ответ. Все, больше ни о чем не надо говорить. У меня такой вопрос, пока мы далеко не ушли. Практический вопрос, простой. Как вы думаете, не лучше ли было бы и пора ли уже перейти на фторирование воды в России, ну как в Европе, например, в основном, а не на хлорирование? То есть с методом фтора, да? Да. Отвечу сполна на этот вопрос. Сполна. Я только что выше сказал, что я сегодня разрабатываю системы по очистке воды от фтора. Для Карелии, для нашей Твери, но самое главное, вся южная часть Индии. Как известно, ко мне не так давно приезжал президент партии индийской с правительственными чиновниками по очистке воды. Так вот, вся южная часть Индии, это проблема фтора. Теперь отвечу вам. Для того, чтобы вырастить кристалл кремния, правильно вырастить его нужно из фторидов, мы получим в тысячу раз чище, но, а не с трихлорсилана. Но, что касается воды, то легче от хлора очистить намного, чем от фтора. Вы же должны избыточный кристалл фтора подать. Да, избыточный. Но не меньшая, по крайней мере, чем доза, конечно. Я имею в виду избыточный, что он обязательно должен быть в воде. Так вот, когда сегодня я занимаюсь очисткой, до очисткой воды, то я заявляю, что от хлора очистить намного легче, чем от фтора. Тяжелая история с фтором. То есть флор предпосительный эффектив фтора, да? Я сумел сейчас все-таки сделать эту историю. Вот на графенах, вот здесь, к периферическим атомам углерода, закреплено вещество с образованием ковалентных, а может в интервальцевых связях, неважно. Закреплено вещество, которое в воду не вымывается, но которое захватывает фтор. И сейчас проходит исследование, через два дня мне будут понятны конечные результаты. Да, результаты полученные очень хорошие, я еще не знаю ресурса. Так может быть такое, что ваше открытие подвигнет Европу перейти все-таки со фтора опять на хлорирование, или такого быть не может? Этого я не знаю, этого я не знаю. Я сегодня занимаюсь проблемой очистки воды от хлорорганических соединений и получил феноменальные результаты. А с фтором тяжелее намного. Вот я вам ответил на этот вопрос. То есть, если я говорю сегодня, вот проблема до очистки воды от хлорорганических соединений решена, то повтуру я только что сказал, я еще только занимаюсь этим. Хорошо, давайте тогда вернемся к тому, с чего мы начали, с проблемы до очистки воды и с вашим изобретением в этой области. Проект «Чистая вода» очень получил широкую огласку. Однако он получил и такое же, если не большее количество противников этого проекта. Почему тогда, если это самый лучший способ очистки воды, почему он настолько, ну скажем так, вот спорный и в кругах, вообще в кругах и академиков, и научной, скажем так, элиты нашей? В принципе, руководители партии «Единая Россия», представители Роспотребнадзора, других организаций тщательно изучили тот самый способ до очистки воды, который был мною предложен. Он был начат очень давно, в 1997 году впервые, в 1997 году впервые приступил Московский университет к исследованию кафедры химии, шпигун, к исследованию нашего материала как сорбента для очистки воды. Сделано 34 сертификата, потом было все, Роскосмос, Министерство обороны и так далее, и так далее. Но главное исследование проводил Институт криминалистики ФСБ России, проводил под руководством умнейшего доктора физико-математических наук генерал-майор Фисенко Анатолий Владимирович. Вот этот пакет документов партия «Единая Россия» и ее руководители взяли, осмотрели и заказали собственные исследования. И когда получили результаты, тогда они решили объявить этот проект, проект «Чистая вода».